Всем приветушки, вы на канале CryptoCommons. Как настроение, ребята? Как состояние? Весеннее солнышко начинает радовать глаз. Не знаю, как у вас, но у меня очень яркое небо. Напишите, кстати, в комментарии, откуда вы нас смотрите и как у вас настроение. Ну что, понятно, что биткоин отскакивает, сейчас мы будем об этом разговаривать. Но я хочу, на самом деле, сегодня поговорить немного о другом. Больше о рыночных циклах, циклах хайпа и о поведении дураков на рынке, которые дают нам с вами зарабатывать. Поэтому, если вам нравится такой криптоконтент, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропускать. И поехали. Давайте начнем с глобальной картины. Что мы здесь видим? Биткоин удерживает у нас двухнедельную сетку EMA Ribbon. Двухнедельная первая зеленая свеча хайка наши. Это очень-очень хорошо. Это очень хорошо, на самом деле. И недельная у нас с вами уже третья свеча хайка наши, зеленая, что тоже очень хорошо на вот этой зеленой точке. То есть, в принципе, это нам показывает, что у нас есть сила покупателя. И вот в этом боковике мы, возможно, еще потусуемся перед пробитием наверх или сразу пойдем пробивать наверх. Но, не знаю, многие ждут сейчас пробития вниз, новых лоев, говорят, что мы в медвежке. Для меня это отличный знак, сигнал того, что этого не будет как раз. Потому что, как я вам много раз уже говорил, бычьи рынки не заканчиваются страхом, когда все ждут лучших цен. Их просто не дают. Бычьи рынки заканчиваются маниакальной фазой экспоненциального пузыря, где все залетают на всю котлету и говорят, all in, больше никогда не упадем, и потом мы идем вниз. Но это я вам все рассказываю в каждом видео. Так что не хочу повторяться. Хочу поговорить сегодня о другом, об альткоинах, дорогие мои, об альткоинах. Но сперва давайте посмотрим на локальную картину биткоина все-таки, что мы здесь видим. На часовом таймфрейме мы оттолкнулись от 200-го мувинга, экспоненциального мувинга. Это хорошо. Это подтверждает нам тоже, что есть силы для роста. Вот у нас появился вот такой вот некий тренд после последнего падения. И выглядим мы хорошо. Опять же, посмотрите, на 4-х часовике после 3-х желтых точек на Cypher, на китайском VMC Cypher, на моем любимом. Ссылка на обзор, который есть в описании. Обзор по Market Cypher. Привет криптофейсу. Ну, и да, собственно, что, первая желтая точка у нас была вот здесь, вторая и третья были вот здесь. И мы сейчас отыгрываем так, что мы уже выше первой желтой точки ушли, как вы можете видеть. И, скорее всего, пойдем еще выше. Как бы жду я туда, но не исключаю, естественно, вот таких вот коррекций. Вы поймите, это крипторынок. Он ходит всегда так, как ему заблагоразумится. У нас и падения, посмотрите, сопровождены какими резкими отскоками. И рост тоже сопровождается у нас с вами достаточно резкими сливами, если вы посмотрите. Поэтому будем на чеку, будем готовы ко всему. По биткоину все понятно. Хочу поговорить с вами об альткоинах. Причем о том, как правильно подбирать альткоины, чтобы на них зарабатывать. Но для начала надо понять, кто вы. Вообще трейдер, интродейтрейдер, среднесрочник, долгосрочник, инвестор. Потому что, во-первых, вы можете это в себе сочетать. Вы можете на маленькую часть депо трейдить. Извините меня, вон, хоть на 10-секундном графике скальпить вот эту волатильность. И это будет ваша спекуль, натура. Но также вы должны быть обязательно ходлером и инвестором, ребята. Большая часть у вас должна вообще лежать на холодном кошельке. На таком, как Exodus или Trust Wallet, или лучше даже Ledger или Trezor аппаратный кошелек. Вы можете заказать по ссылке, либо завести просто по ссылке из описания. А также хочу вам напомнить, что здесь все лучшие обменники, фиат, крипто, лучшие биржи, на которых мы торгуем. Наш второй канал и наш телеграм-канал. Ребята, обязательно подпишитесь, если вы еще не подписаны. Так вот, в нашем телеграм-канале я сегодня с утра сделал пост. Сделал я пост про то, что Doge BTC идет точно по нашему летнему сценарию вниз. И помните, что так будет с любым щитком, который выдал 100x+. Несмотря на это, люди будут покупать на хаях и писать об этом, и ждать еще более высоких цен, и говорить про монету. А пока монета в накоплении, внизу, как Doge вот тут валялся 3 года, все будут либо молчать, либо говорить, что это скам. Как сейчас говорят про Dash, Bitcoin Cash и другие монеты. Поэтому давайте переместимся на график, и я вам покажу, что я думаю. А если вам интересно, вы потом ветвь в этой дискуссии можете тоже почитать и поучаствовать в ней обязательно. Во-первых, мнения очень жаркие и очень разделились. Многие, естественно, пишут, что чувак, там это все Илон Маск, там ничего ты не понимаешь, Dash будет дальше падать, а Doge расти. Давайте, я не спорю, как бы дисклеймер, я могу оказаться неправ, давайте просто я вам покажу, что я знаю, и как я на этом зарабатывал и продолжаю зарабатывать. Ну, для начала, для тех, кто может быть не в курсе, кто недавно нас смотрит, я в рынке достаточно давно. Не так давно, как некоторые, но реально я в рынке с 2015 года. Первый год я в нем так более-менее осваивался. В 2016-м уже активно торговал марджин трейдинг на Аполлоникс, еще и Бинанса не было никакого. Потом появился Бинанс, у них не было ни марджина, ни фьючей долго, это была только спотовая биржа. Короче, я все это дело застал, крах Маунт Гокса только не застал, но не суть, не об этом речь. Речь о том, что я повидал все эти графики уже и понимаю, как работает поведение толпы и как вообще работает этот рынок. Смотрите, Додж к доллару, мы не видим старый график, потому что он никогда в природе и не торговался так к доллару. Додж торговался к биткоину. Всю сознательную свою жизнь Додж торговался к биткоину. И обратите внимание, что Додж к биткоину торговался исключительно в боковике, то есть у него даже тренда не было. Посмотрите, Додж к биткоину с 2014 года торговался тупо в боковике, тупо пампы-дампами. Додж, посмотрите, у него дно канала было плюс-минус 17 сатоши, там 25 сатоши, короче 15-25, 20 сатоши, образно говоря. И верх канала у него был 100 сатоши-120 сатоши. То есть вот Додж ходил в этом боковике и каждый раз это был памп-дамп. Посмотрите, памп-дамп, 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 ну от сколько вдохлой кошки, дамп. И дальше, что мы видели, Додж после этого перестал памп-дампить и долго лежал в накоплении. Это сейчас вам кажется, что, о, так все же понятно было, надо было покупать. Нет, выглядело это как конченый скам. Посмотрите, долгое дно, два года на дне, памп-дамп, провалились по дно. Ничего вам не напоминает? Правильно, напоминает Dash очень сильно к биткоину. И вы сейчас скажете, но ведь Грин и Dash это скам, про них ведь не твитит Илон Маск и так далее. Это полная ересь. Твиты Илона Маска вообще никак не влияют на цену. Он твитил про Додж Коин, я вам скажу, и вот здесь, по 15 Сатоши, что он CEO и Додж Коин и так далее. Всем было насрать глубоко. Когда все начали к его твитам прислушиваться? Вот здесь, правильно. А здесь еще они только прислушивались, но сомневались. Додж выдал 10 иксов отсюда. Даже больше, на самом деле. Больше иксов. И все сказали, вау, кто с нами накапливал Додж, даже я. Слушайте, все сбросили большую часть. Я знаю, почти все вышли полностью. Ридванщик даже, привет ему большой, нашему бро Ридвану с канала Дженезис. Он рассказывал, что к доллару торговал, и когда увидел 10 иксов, он вышел полностью, потому что сказал, ни фига себе. Что сделал Додж Коин после этого? Выдал еще 10 иксов. То есть Додж Коин к биткоину взял и сломал все модели. Вот о чем говорит криптодед, привет ему тоже большой, в своих видосах. Что все модели перестанут работать, будут поломаны. Это не обязательно вниз, они вверх могут сломаться. Додж выдал 100 иксов к биткоину. Теперь, почему я жду его вниз? Да, собственно, вот поэтому и жду, что вы видите, даже его весь стандартный коридор цены, где ему самое место, вообще его даже не видно. То есть в логарифме, да, его видно, вот. И Додж в логарифме, посмотрите, где он, наверху, все еще. И я, кстати, точный сигнал давал, кто меня смотрит давно, год назад, уже почти, да, когда это было, меньше год назад, в мае. Я говорил, что, ребята, Додж по 1000 сатоши это шорт, абсолютно. Я даже здесь его немного шортил, но предупреждал, что может быть еще волна. Здесь я взял небольшой шорт, почти сразу его закрыл, не люблю я шортить крипту, потому что крипта это растущие рынки. Тем не менее, посмотрите, как точно отыгрывает мой прогноз. Я не к тому, что я такой крутой. Я часто тоже ошибаюсь. Ну как ошибаюсь? Ошибаюсь я для тех, кто в краткосроке хочет срубить бабла. Я не берусь предсказывать движение цены, куда она пойдет завтра. Хотя иногда это видно, когда мы очень сильно, например, перепроданы, можно увидеть, что у нас назревает там 4-часовой отскок, допустим. Но и то, это не точно, потому что всегда мы можем идти еще ниже. Но в долгу я почти всегда вам говорю точно, куда все пойдет. Во-первых, ежу понятно, что в долгу растущие рынки растут. И из-за количественного смягчения доллара, в принципе, любой растущий рынок растет. Что рынок акций, что рынок золота, который стоит годами там в боковике. Что рынок крипты, это и так понятно. Но, смотрите, короче, Dogecoin глобально идет туда. Судя по тому, что я вам показывал уже, как он пампи-дампится обычно, он, в принципе, идет туда. Да, у нас тут есть отскоки дохлых кошек, вот такие. Достаточно сильные пампы там в день по 20-30%. И это кто-то говорит, что это все твиты Илона Маска. Возможно, это твиты Илона Маска. Но в целом, я вам еще раз говорю, даже если он вот так вот сделает сейчас, он все равно идет туда. Потому что у него среднее значение, это меньше 100 Сатоши. Вот мой план игры по Doge. Теперь показываю вам Dash, который мне ни копейки за то, что я про них говорю в каждое видео, не платит. Я просто вам говорю про Dash по тому, что он находится внизу, ребята. Я вам также и про Doge говорил, когда он находился внизу. Никто меня не слушал, никто мне не верил. Единицы прислушались и взяли с нами этот лонг. И рано из него вышли. Смотрите по Dash. Та же самая ситуация. Он, конечно, не так памп и дампил в бок, как к биткоину, как к Doge. Ну вот здесь так. Но потом он вышел в большой тренд. Очень сильно запампился. Вот этот all-time high Dash в 1600 долларов или там в 12 миллионов Сатоши, это был чисто спекулятивный памп, который сдерживали вот тут. Здесь что произошло? Появилась биржа Binance. С тех пор Dash только падает. Почему Dash только падает? Потому что Binance его шортят, ребята. Binance его шортят против своих клиентов, которые его лонгуют. Они хеджем-шортом сдавливают цену и закупаются. Они закупаются все вот это время, как по Dogecoin закупались. Смотрите, здесь желтая точка была год назад. Год назад была желтая точка, которая сигнализирует о том, что к биткоину это дно. И мы сейчас вернулись на ретест этого дна. Как обычно и бывает с недельными желтыми точками, мы возвращаемся на ретест дна. Короче, по Dash будут мульти-иксы, просто мульти, вообще мультяшные няшные иксы. Потому что, смотрите, даже внутри канала 600% к биткоину нужно сделать, чтобы остаться все равно дешево стоить. А так-то глобально там вон у нас потенциал просто неебический, ребята. Я уже устал это повторять, но фишка-то в чем? Что единицы это поймут, единицы этим воспользуются. Все будут говорить, что это скам, а купят его все знаете где? Конечно же вот тут. Вот тут все будут орать, Dash, ракета, что же я не успел, все, никогда больше не упадет, будет маленькая коррекция и все. И вот тогда-то и будут нифига не маленькие коррекции. Но это деш к биткоину. Деш к доллару вообще интереснейшая ситуация, смотрите. В линейной шкале он просто ничего еще не сделал, он даже близко не сходил к хаю. А в логарифмической, посмотрите, что с ним происходит. У нас на недельном сайфере, кстати, образовалась зеленая точка здесь, а на двухнедельном ее еще нету, но у нас есть загибание вот этого горба. Это означает то, что движение пойдет сейчас вверх. И как говорит сам криптофейс, покупать нужно не на зеленом money flow, а на красном и вот здесь на уменьшающихся горбах. То есть смотрите, у нас есть некий логарифмический канал, который мы можем начертить. И по нему Dash сейчас уже очень давно ползает на его дне. И тут потенциал хода 13 тысяч процентов, ну а то и все 15. То есть тысяч на 14 долларов он смотрит вообще как, будьте здрасте. Ну естественно дисклеймер, не финансовый совет, но тем не менее, ребята, все ссылки в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, потому что кто вам еще такое расскажет. Теперь смотрите, сопоставим сентимент рынка. Точно так же все хейтят, говорят, что гринь не идиот, что это никогда не поднимется. То есть люди всегда ждут на дне, что монета пойдет еще ниже дна или вообще останется там жить. В итоге что мы видим происходит? Происходят обратные вещи обычно. Поэтому, друзья, вот о чем я вам хочу сказать. Очень важно подбирать альты, про которые никто не говорит, либо про которые говорят все плохо. И их хоронят. Потому что смотрите, ну есть, конечно, еще новые альты. Всякие дот, вот я тоже говорил, говорят, почему ты говоришь, что дот не факт пойдет, а Dash факт. Потому что дот еще очень молодой, он еще не был в медвежьем рынке. Посмотрите. Очень важно, чтобы монета, для меня лично, на недельном, на двухнедельном таймфрейме, чтобы у нее уже были сформированы уровни. Посмотрите на AVAX. Ни хрена не понятно. Да, как бы есть тренд, хороший тренд. Но монета слишком новая. На месячном таймфрейме вообще нечего смотреть. Тупо первый импульс. То есть я о чем говорю? Что для меня важно, чтобы монета на месячном таймфрейме, пускай AVAX еще запампится или нет. Но в итоге у нее будет в обоих вариантах дно медвежьего рынка в какой-то момент следующего. И вот тогда мне будет монета интересна. У нее сформируются мувинги, и я буду видеть, где у нее дно. Даже если она чуть ниже сходит, она потом на новое плато полетит. Вот почему я вам говорю, что старыми альтами торговать проще именно среднесрочно и долгосрочно. Потому что тот же Litecoin, вы видите, где он? В логарифмическом канале, вы видите, что он на дне. Вы видите, что он уже переписал свой all-time high, в отличие от Dash. Да, посмотрите, Litecoin сходил чуть выше своего предыдущего all-time high 2017 года. А в логарифме этого даже не видно. В логарифме кажется, что это ниже, потому что он даже близко не подбирался к вершине канала. Вершина канала здесь – это 2 тысячи долларов примерно, 2,5. У Dash, напоминаю, для сравнения это 13-15 тысяч долларов. Так что сами все видите, все риски оцениваете, весь потенциал берете. Эфир тоже валялся вот здесь, на дне днищинском, на дне этого канала. Тоже валялся по 100 долларов. Что вы думаете, его там все многие, кто набирали? Нет, конечно, его там только крупные игроки, институционалы набирали и фонды. А хомяки его там все продавали, потому что думали, блин, все, эфир – это скам. В итоге, что мы видим? Эфир уже отбился от дна канала и пошел выше. У эфира, конечно, верх этого канала вообще сейчас в районе 30-40 тысяч долларов. И он может легко туда сходить перед следующей медвежкой. Поэтому, ребята, еще раз вам повторяю, дисклеймер, все дела. Вот Матик, кстати, у Матика более старая история по графику. Тут уже можно пробовать делать какие-то каналы. Но тут невооруженным глазом тоже видно, что мы уже наверху. То есть, как бы может все это еще чуть-чуть помпануть, может. Но в целом, как бы опасно уже пипец. Вот. А тут же битрэш. Где он? Битрэш. Что к доллару на лаях монета? Что к биткоину на лаях монета? Посмотрите, вообще на абсолютных лаях. Тут тоже вот желтая точка на недельке. И мы пришли на ее ретест. То есть, тут как минимум очень сильный отстрел будет на мультииксы. Вообще к гадалке не ходи. А BNB какой-нибудь, посмотрите. Видно, что он на хаях к биткоину. И тут напрашивается коррекция как минимум на 61,8 по FIBA. То есть, еще в два раза к биткоину он может сложиться. Пускай даже на растущем к доллару рынке. Вообще, говно вопрос. Если все будет расти к доллару, просто значит BNB будет расти к доллару медленнее. Исходя из этой модели. В моменте все может поменяться, оно может еще сильнее, зато замунить. Как бы окей, тогда я просто к этому готов. Я не призываю это шортить. Я просто вам говорю про вероятности, что набирать надо монеты, которые внизу, а не наверху. И ждать, терпеливо ждать, ребята. Потому что в рынке самое главное оружие ваше – это время. Если у вас есть время, вы победите. Вы заработаете деньги. Если у вас нет времени, вы хотите быстро нарубить иксов, вы 100% все потеряете. Поэтому, если хотите быстро потерять деньги, напоминаю вам, что лучшие биржи в описании по этим ссылкам. Вы получите бонусы, которые помогут вам еще быстрее просрать депозит. И я получу с этого, ребята, реферальную комиссию. А если вы хотите заработать деньги, пожалуйста, действуйте с расстановкой, с умом, потихонечку. Во-первых, ходите большую часть, складывайте на холодные кошелечки, как я уже вам сказал. И на меньшую часть торгуйте, пожалуйста, аккуратно, с риск-факин-менеджментом. А с вами был Грин, это канал Крипто Коммадз. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем видосе. Всем профитроли. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...